всем здарова ребятки меня зовут павел и сегодня вновь поговорим о залипательной выживалки стренд от alien down в этом ролике покажу нюансы в строительстве убежищ и наглядно посмотрим какие материалы лучше использовать для возведения чуда вашей инженерной мысли загружу свое не самое удачное сохранение но бетонная конструкция здесь получилось довольно удобной и функциональной у каждого поселенца тут есть своя комната с кроватью и креслом все обогревается посредством электрических приблуд которые всегда можно отключить через один выключатель они каждый по отдельности имеется морозильник холодильник в комнатах предназначенных для новых поселенцев которые пока еще не пришли есть склады с зерном и грибами а также исследовательская комната с верстаком соседнем здании складская зона куда в будущем переедет все что занимает жилые комнаты вокруг зданий бочки для брожения антибиотиков и так далее сушилка для кожи и масла давили но на заднем дворе сосредоточена вся электрика выглядит этот бункер более-менее если не обращать внимание на текстуру стен и крыши было бы супер конечно если бы было больше декора в том числе какого-то сайдинга для стен но что имеем то имеем на этой площади поместится и антенна и радио и все что будет необходимо на следующих этапах игры но прежде чем строить что-то подобное задумайтесь об обороне в этом сохранении я долгое время держал персонажей в бараках это комната в которой больше одного спального места она же казарма держал их потому что нужно было очень много цемента когда материал был готов бункер долго строился на подготовку и стройку ушло слишком много времени часть из которого нужно было потратить хотя бы на какую-нибудь оборону впоследствии конечно мне удалось в круг оградить здание забором и поставить турели разделив выключателями левую и правую сторону то есть левая часть турели включается и выключается одним выключателем а правая другим чтобы сделать также просто настройте свои электроприборы объединив их в одну группу и подхватите эту группу на выключателе и все в целом это перездание не до бункер неплохой пример который имеет место быть конечно же постройка именно такой модели однозначно не руководство к действию а лишь хороший сборник учтенных потребностей персонажей и достаточно высокая скорость производства каких-либо предметов ну и прежде чем мы перейдем к разбору материалов и комнат запомните несколько простых вещей первое внутри всех комнат на фундаменте нужно строить пол это неотъемлемая часть декора в отсутствие которой персонажи будут получать дебаф а при наличии плюс к настроению второе громоотводы линии передач турели лучше строить на фундаментах потому что так и не дольше живут и проводов на земле растянуто будет меньше третье в каждом помещении должно быть светло но чем больше источников света тем больше топлива на них будете тратить ну или электроэнергии соответственно большое помещение большие затраты четвертое спальная комната может быть не с дверью а с дверным проемом в этом случае тепло в помещении будет распространяться быстрее но позаботьтесь о том чтобы вокруг не было шумно иначе получите дебаф беспокойный сон пользоваться дверными арками вместо дверей часто разумная идея ведь отопительных приборов слишком много ставить не хочется также есть вариант строить вентиляцию но пока что в игре она как-то медленно работает пятое подписывайтесь и ставьте лайки конечно давайте глянем на комнаты и материалы начнем пожалуй с того какие комнаты будут у вас основными это бараки и казармы комнаты в которой больше одного спального места так себе помещение разительно проигрывает отдельной спальне по бафам поэтому старайтесь как можно быстрее расселить своих персонажей спальная комната может быть малой средней и большой разница в плюсах очевидно чем больше комната тем больше плюс к настроению но плюс фиксирован для каждой площади поэтому хорома возводить не стоит малая 3 на 3 средняя 4 на 4 или 3 на 4 большая 5 на 5 склад и столовая обычные бытовые комнаты в них баф вам дадут только за декорированный пол ну и нормальное освещение соответственно в экстремальную жару вам придется либо ставить вентиляторы открывать окна и раздевать персонажей если уж совсем ничего нет но с холодом сложнее первое правило вокруг печки или любого другого топительного прибора всегда теплее тепло рассеивается по мере удаления от отопительного элемента что в принципе логично поэтому в особо холодную зиму печь можно двигать и ставить в упор к кроватям второе правило деревянный каменный бетонный остальные материалы слишком холодные ну а карбон лучше тратить на другие вещи например на броню да и выглядит карбон как-то сомнительно есть еще и кирпичные стены аналог бетона по характеристикам но выращивать сено утомительно долго если честно на кирпичи делаются именно из него а ну и дерево с камнем можно комбинировать эстетики ради отапливать коридоры столовую и склады можно кое-как главное чтобы температура в таких помещениях была не ниже той которую может воспринимать персонаж в своей одежде посмотреть на эти параметры можно вот тут спальные комнаты нужно отапливать хорошо давайте проведем небольшие сравнительные тесты в экстремальную зиму в качестве освещения буду использовать электрические лампы а греться будем печкой кстати вам стоит помнить о том что печка хоть и затратно по топливу но вы всегда сможете его вырастить или посадить и забыть кусты с ветками местная фауна в пищу не употребляет во всяком случае пока что ну а если вы боитесь что придут голодные вредители грядок и загубит ваши кусты то просто удалите грядку а посевы останутся и велики могучий искусственный интеллект обойдет ваши ветки стороной так работает не со всеми посевами к сожалению например удаленную грядку зерном ульфы трогать не стали зато успешно насытились тыквой и так выстроим разноразмерные спальные комнаты и поставим в них печи чтобы замерить температуру мерить будем в средней и большой и общая температура в спальнях зависит от материала из которого изготовлен дом дерево камень это первая ступень далее бетон и кирпичи но лучше всего карбон конечно однако температура в помещении это средняя температура нас больше интересует температура возле кровати следить нужно именно за ней при температуре на улице минус 4 средняя температура внутри деревянного и каменного помещения 7 градусов в бетонном и кирпичном 11 и 16 в карбонной конструкции в больших спальных температура внутри ниже чем в средних для дерева и камня это 4 градуса для бетона и кирпича 6 и 7 для карбона 10. Отсюда вывод, что средняя температура в помещении зависит от его площади и материалов. Возле кровати температура естественно повыше, так как печки стоят недалеко. При температуре минус 20 средняя температура в деревянной и каменной спальне минус 5, возле кровати почти так же. Бетон и кирпич минус 1 и 0, возле кровати 0. Для карбона 4 градуса средняя и 5 возле кровати. В больших спальнях все гораздо хуже. Дерево и камень средняя минус 8, возле кровати минус 4, бетон и кирпич 5 и минус 4 возле кровати 0, карбон средняя 0, возле кровати уже плюсовая 3. Исходя из этих данных делаем вывод, что печку в холодную зиму лучше двигать в упор к кроватям, а размер спальни 4х4 вполне себе хорошая площадь, тем более если сделана из бетона, потому что это нечто среднее. Вы можете возводить любые конструкции, которые кажутся вам красивыми или удобными. Однако теперь вы знаете некоторые нюансы. Помните, что через 5 клеток от печки будет уже холодно. Ну и всем спасибо за просмотр, не замерзайте. Всем добра!